Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире «Формула права». С вами я, Анастасия Брайчева. И обсуждаем мы сегодня тему, я думаю, что близкую, знакомую каждому из нас. Мы говорим дела семейные, естественно, мы говорим о семейных спорах. У меня в гостях Алла Яминская, адвокат Московской городской коллегии адвокатов. Алла, привет, доброе утро. Здравствуйте. Собственно, сразу нашим слушателям скажу телефон прямого эфира, телефон студии, код городом 495-6510-99,6. Это телефон. Также ваши вопросы, ваши истории, ваши комментарии вы можете отправить на сайт финам.фм. И вопросы такие, как мы уже говорили сейчас с Владимиром в предыдущем прямом эфире. Дело в том, что, конечно, к семейным спорам в первую очередь относится то, что у нас в семейном кодексе прописано. Это развод, это раздел совместно нажитого имущества, это определение места жительства ребенка, это алиментное обязательство, это права родителей, права, кстати, бабушек и дедушек тоже, на то, чтобы видеться с детьми и осуществлять вот эти вот, каким образом, в каком порядке осуществлять эти права при раздельном проживании. В основном вот эти вопросы, хотя, конечно, есть еще и такие правовые вопросы, как фиктивность брака, признание брака недействительным и различные другие моменты. Но я хочу сказать, что, конечно, к семейным вопросам, если говорить не с правовой точки зрения, не как юрист, наверное, а более с бытовой точки зрения, конечно, к семейным вопросам относится все, что связано с семьей, все те правовые вопросы, которые в семье встречаются. И это могут быть в том числе и наследственные вопросы, когда речь идет о наследовании близкими родственниками какого-либо наследства имущества. Кстати, в порядке наследования очень часто возникают вопросы, когда ушел один из супругов, второй супруг, его право не может умоляться никоим образом на общее имущество, которое они нажили в процессе брака. И здесь могут быть одновременно два вопроса решаться. Это раздел совместного имущества, выдел той доли, которая принадлежит умершему супругу, и только после этого уже идут у нас вопросы о наследовании. Все эти вопросы вы можете задать сегодня, напомню еще раз, мы в прямом эфире 65 10 99 и 6, телефон студии, код Москвы 495. Алла, ну вот скажи, пожалуйста, вопросы, наверное, о расторжении брака, вот просто в чистом виде развод. Я думаю, что это самые простые вопросы. Ну, в общем, конечно. Потому что можно их решить и в суде, и, собственно говоря, в ЗАГСе, но в зависимости от ситуации. Их можно решить и в суде, их можно решить и в ЗАГСе. В ЗАГСе решается вопрос о расторжении брака, если между супругами достигнуто согласие о расторжении брака, и на их иждивении нет несовершеннолетних детей. Тогда супруги могут пойти в органы ЗАГСа и подать заявление, и далее через месяц они получат свидетельство о расторжении брака. Далее это можно, если на иждивении супругов есть несовершеннолетние дети, то в этой ситуации, безусловно... Или кто-то не согласен. Да, ну или один из супругов не согласен, то брак в таком случае расторгается судебными органами. Если просто стоит вопрос о расторжении брака, то подсудность этих дел относится к мировым судьям, и подается заявление о расторжении брака, платится пошлина, установленная налоговым кодексом в размере 400 рублей. И далее суд по истечении месяца-двух выносит решение о расторжении брака. Хотелось бы обратить внимание только на следующие моменты расторжения брака, что, как правило, для того, чтобы просто расторгнуть брак, люди обращаются, как правило, довольно редко. Потому что можно, кстати, нашим слушателям, Алла, на секунду, нашим слушателям могу сказать, что, в принципе, расторжение брака, на мой взгляд, хотя я адвокат, и, наверное, не в моих интересах это говорить, но, тем не менее, расторжение брака – это простая, очень простая процедура, если нет действительно никаких сопутствующих требований. И в данной ситуации можно в интернете скачать исковое заявление, и, кстати, даже в судах очень часто на информационных стендах висит некий бланк, заполнить этот бланк и обратиться в суд, подать, если нет никаких других требований, то брак расторгнуть. Но, кроме того, что есть, как правило, вместе с браком идут другие правовые вопросы с расторжением брака, есть еще масса моментов хитростей. Сопутствующих проблем, потому что существуют дети при расторжении брака несовершеннолетние, на которых супруги должны выплачивать алименты, те, которые будут проживать отдельно от ребенка. Существует общее имущество супругов, которое было нажито в период брака и которое подлежит разделу. Также, если между супругами сложились конфликтные отношения, то встают вопросы о том, с кем будет проживать ребенок, либо родитель, который будет проживать раздельно, каким образом будет осуществлять свои родительские права, кроме уплаты алиментов. Также может быть вопрос об алиментах, которые необходимо родителю уплачивать на содержание ребенка. И поэтому все эти вопросы, они, безусловно, встают перед тем, как человеку нужно обратиться в суд за расторжением брака. И если эти вопросы нужно решить в судебном порядке, то в этой ситуации вопросы такие, как взыскание алиментов, расторжение брака и остальные, не связанные с детьми, вопросы, эти вопросы могут быть решены в мировом суде, у мирового суди. А если встают вопросы о детях, то есть определение места жительства, ребенка... И раздел имущества, как правило, тоже. Ну, раздел имущества на определенную сумму, потому что мировым судьям подсудны только имущества, в общем, ну, практически такое имущество... Которое не делят. Которое не делят, да, такая сумма. Вот, поэтому уже людям приходится обращаться в федеральный суд. И мне кажется, нужно людям помнить о том, что вот все эти вопросы, о которых мы останавливались, они разрешаются одновременно судами, одновременно с расторжением брака. Ну, по желанию, естественно. Я просто один вот такой момент немножко забегу вперед, Алла. Дело в том, что, смотрите, очень часто бывает ситуация, когда супруги, находясь в браке, не расторгая его, тем не менее живут уже отдельно. И у них фактически семьи нет, и это может продолжаться достаточно долго. Но по той причине юридический брак они не прекратили. И каждый из этих супругов может что-то приобретать. Уже не на совместные деньги, потому что реальной семьи нет. Уже на свои личные деньги. Вот в этот период раздельного проживания, когда они живут отдельно. И когда между ними встает спор о разделе совместно нажитого имущества, суд вправе признать то имущество, которое каждый супруг приобрел в период раздельного проживания, но еще в браке, за конкретным вот этим супругом, не делить это имущество. Вот очень часто что бывает. Я говорю это нашим слушателям, потому что я уже озвучила, что в принципе расторжение брака можно провести без юриста. Но есть некоторые моменты, которые могут отдельно от этих вопросов пойти и потом быть установлены судом. Например, если один из супругов приобрел какое-то, может быть, даже крупное, например, недвижимое имущество, после этого он сначала расторгает брак. Он еще не идет в суд делить имущество, он просто расторгает брак. И он, соответственно, все время говорит, мы 10 лет не живем, мы 10 лет не живем. Кстати, может быть, 10 лет люди жили вместе, но другой супруг решил вообще в суд, к примеру, не ходить. И если судом будет установлено, что 10 лет супруги не живут, такое решение вступит в законную силу, то в следующем суде о разделе совместно на жертвую имущество этот факт уже фактически не надо будет доказывать. Уже можно будет принести, конечно, решение суда. Поэтому в любом случае, вне зависимости от простоты самого вопроса о расторжении брака, желательно в этот суд хотя бы ходить, чтобы не были установлены судом какие-то факты. Они будут установлены, потому что вы не возражали, например, если в суд не прийти. А какие-то факты, которые в дальнейшем вам могут уже серьезных каких-то потерь стоить, например, если вы 10 лет-то жили вместе с супругом, и имущество он приобрел в процессе совместного проживания на общее средство, а выяснится потом, что решением суда он установит, что вы 10 лет вместе не жили. Вот такие тонкости тоже существуют, и об этом, кстати, нужно помнить. И я думаю, что хорошо, что мы нашим слушателям об этом сказали. Мне кажется, на самом деле здесь, конечно, не нужно злоупотреблять временем, потому что с момента расторжения брака имущество можно делить в пределах срока исковой давности, который гражданским кодексом установлен в 3 года. И поэтому вообще желательно в эти сроки уложиться, во-первых, и во-вторых, желательно разделить, если будет рассматриваться дело о расторжении брака, и есть какие-то совместные приобретенные вещи или объекты, недвижимые, ну и остальное имущество, которое было приобретено супругами в период брака совместно, то лучше, конечно, все это разделить сразу для того, чтобы не было потом никаких дальнейших проблем, когда нужно будет доказывать, что один супруг купил какую-то вещь, уже не проживая совместно с другим супругом. Это уже определенные сложности. Это нужно доказывать, представлять доказательства, свидетели, какие-то документы, целый процесс. Поэтому если возникают проблемы, которые люди уже наконец решили действительно расторгнуть брак и поняли, что совместная жизнь в дальнейшем невозможна, то в этом случае нужно все-таки все семейные вопросы, которых мы уже останавливались сегодня, их решить и не тянуть время, потому что время, чем больше проходит времени, тем сложнее становится раздел имущества, раздел, то не раздел ребенка, а определение места жительства ребенка, установление порядка общения с ребенком и остальные вопросы, которые касаются обоих супругов, которые расторгают брак. Вот я единственное, что хотела добавить, чтобы наши слушатели не путались, это то, что вопросы об определении места жительства ребенка, с каким из родителей он будет проживать, если они проживают раздельно, и, соответственно, другой родитель, который отдельно от ребенка проживает, в каком порядке он будет осуществлять свои родительские права. И эти вопросы можно ставить в любой момент до 18-летия ребенка. И, в принципе, вопросы, связанные с детьми, они к браку не привязаны никак. Я имею в виду юридически, потому что родители вообще могут в браке, в принципе, не состоять никогда, не заключать его и не расторгать его. Поэтому до 18-летия ребенка эти вопросы можно ставить. А вот все, что связано с разделом совместно нажитого имущества, ты сказал сейчас про 3 года срок исковой давности, это очень важный момент, потому что нашим слушателям хочу напомнить, что пропуск срока исковой давности, если заявлено стороной об этом в суде, может послужить основанием вообще для отказа в иске, даже если вся правда и весь закон на вашей стороне. Через 2 минуты выслушаем новости, вернемся в эфир. Итак, мы продолжаем обсуждать тему семейного права. Дела семейные – это тема программы сегодня. Напомню, телефон студии 6510996, код Москвы 495. Вы также можете ваши вопросы, мнения, комментарии написать на сайте финам.фм на страничке программы «Формула права». И я хотела сказать, вот Алла, ты затронула как раз вопрос по поводу того, что не нужно после расторжения брака, если он отдельно расторгался, неважно даже в суде или в органах ЗАГС, не нужно очень долго тянуть и когда-то там потом делить имущество. Первую причину уже озвучили, потому что существует срок исковой давности, и, соответственно, этот срок составляет 3 года. Кратко скажу нашему слову. Вообще срок лучше не пропускать вообще. Но если он пропущен по уважительным причинам, и главное, если в суде, когда у вас уже есть судебный процесс о разделе совместного имущества, и сторона в споре, например, ваш ответчик, ваш бывший супруг, заявил о пропуске срока, потому что сам по себе этот срок не применяется судом без заявления, обязательно об этом нужно заявить. Соответственно, если супруг заявил об этом, но в последние полгода этого трехлетнего срока у вас были какие-то важные уважительные причины, например, длительная болезнь пребывания в стационаре, отсутствие в России, например, длительная командировка, или какие-то заслуживающие иные уважительные причины, в этой ситуации суд может счесть эти причины уважительными и такой раздел произвести. Но если у вас таких причин нет, и срок вы пропустили, суд вообще может не рассматривать само по себе требование о расторжении брака, а может просто отказать в иске только по одной единственной причине – пропуск срока исковой давности. Но, Алла, я просто хотела нашим слушателям еще одно обстоятельство донести. Дело в том, что очень часто в браке приобретается имущество, я сейчас в первую очередь говорю о недвижимом имуществе, хотя и движимые тоже бывают значительные ценности, ну, например, те же самые автомобили, которые зарегистрированы на одного из супругов. Не сразу в браке пополам оно приобретается. Как правило, на одного супруга всегда и приобретается это имущество. И, соответственно, если у нас на одного супруга приобретено имущество второму супругу, который это имущество хочет поделить, тянуть нельзя еще и по другой причине. Потому что так или иначе, возможно продажа этого имущества, возможно продажа этого имущества после, собственно говоря, уже окончания брака. В нотариальном порядке супруг делает заявление о том, что у нее отсутствует супруга, которая должна давать согласие. Согласен на реализацию этого имущества. И это имущество реализовывается. И дальше судебная практика очень сильно разнится. Более того, она разнится даже в Москве и в области. Потому что в каких-то областях этот договор могут, в конце концов, вернуть имущество и поделить, а в каких-то только сумму, за которую продано. То есть квартира продана за 2 миллиона, например, сумму поделит, миллион взыщет. Естественно, это не в интересах того супруга, на которого не было зарегистрировано это имущество. А реально могло быть это имущество продано быть не за 2 миллиона, а за 10 миллионов. И в результате человек теряет, в общем, достаточно значительные средства. Я бы еще хотела остановиться вот на чем. Не обязательно для того, чтобы делить имущество, обращаться в суд. Имущество можно поделить при обоюдном согласии путем заключения соглашения о разделе имущества. Можно это сделать в письменном виде и расписать все имущество, какое каждому из супругов переходит в результате соглашения о разделе имущества. Можно соглашение о разделе имущества составить у нотариуса, где тоже будет расписано, какое имущество какому супругу будет принадлежать. И в соответствии с этим нотариально заверенным соглашением о разделе имущества, ну, недвижее имущество и другое имущество, которое требует регистрации, оно будет перерегистрировано на того супруга, которому оно будет в дальнейшем по соглашению сторон переходить. И еще я хотела бы обратить внимание наших слушателей на то, что существует такая форма раздела, ну, как бы я сказала, после расторжения брака, который может произойти, может не произойти, это брачный договор, который вот последним нашим семейным кодексом был введен. Но его только надо в браке заключать или до брака? Нет, его надо в браке обязательно заключать, хотя, может быть, его можно... Нет, его нельзя заключить после, его можно заключить до брака, тогда он вступает в силу в сфере заключения брака, либо в браке. И этим договором брачным прописать все имущество, которое будет уже приобретено, если это уже брак, в течение брака заключается этот брачный договор, и то имущество, которое будет приобретено в будущем, и кому из супругов какое имущество будет принадлежать. На самом деле, в общем, на мой взгляд, это наиболее цивилизованный путь решения вопросов о разделе имущества в случае расторжения брака и даже в случае нерасторжения брака при раздельном проживании супругов и отсутствия споров, и, на мой взгляд, в общем, это как-то влечёт более приличные отношения между супругами, которые расторгли брак и, в общем, сохранили какие-то достаточно человеческие добрые по отношению друг к другу отношения. Да, вне зависимости от доброты отношения расторгают брак и, к сожалению, общаются по-разному. Кто-то потом остается друзьями на всю жизнь, а кто-то вообще видеть и слышать друг о друге не может. Но я хочу добавить вот что. Дело в том, что если вы так или иначе, либо изначально путём заключения ещё в браке брачного договора, либо соглашением о разделе совместно наше имущество, имущество делить добровольно, ну, как бы миром, оно не имеет статус мирового соглашения, хотя в суде, если даже дело уже в суде рассматривается, можно заключить мировое соглашение. Безусловно, конечно. Если эта договорённость у вас состоялась действительно мирная, чем это лучше? Особенно, когда есть несколько объектов недвижимости в основном. Дело в том, что бывает и не бывает, а чаще всего суды, если делят имущество, если есть недвижимое имущество, они поделят в долях. Половину от имеющегося доли или целого имущества одному супругу, половину другому. Суд, в принципе, может отойти от принципа равенства долей супругов в случае, если с одним из них остаётся несовершеннолетний ребёнок. Но по практике от этого принципа отходит только в отношении имущества движимого. Это могут быть автомобили или какое-то другое имущество, но не относящееся к недвижимости. Это я говорю по практике, в законе такого разделения нет. Но не всегда удобно, особенно, кстати, если стороны между собой в добрых отношениях не остались, владеть одним имуществом в долях. Потому что как им распоряжаться? Продать долю по нормальной цене практически невозможно, особенно если в квартире. Если, соответственно, хочется продать, чтобы получить реальную нормальную стоимость, то нужно это делать всем вместе. Если люди не общаются все вместе, они, как правило, этого сделать не могут. И начинают друг другу пытаться манипулировать, наоборот, вставляя палки в колёса, если один хочет продать, другой скажет, нет, ни за что продавать не буду. А потом ситуация может поменяться и так далее. Поэтому всегда лучше, если есть точка соприкосновения, всегда лучше разделить совместно нажитое имущество действительно миром. И вообще крайне желательно, если само по себе состав имущества это позволяет, крайне желательно, чтобы не оставалось у вас какого-то долевого владения. Во многих ситуациях, по крайней мере, это желательно, потому что потом можно с этим имуществом ничего не сделать. Могут срочно понадобиться деньги, есть доля в большой квартире, к примеру, а продать её физически будет сложно, потому что именно как долю. И круг покупателей на долю может быть невелик. И, собственно, цена у неё, конечно, будет со значительной скидкой относительно просто доли в цене всей квартиры. Я бы хотела ещё кое-что добавить по этому вопросу. В практике в нашей встречается очень много дел, когда супруги начинают делить имущество, среди которого и недвижимых объектов там несколько, и движимого имущества достаточно много. И в результате судебного производства супруги пытаются каждый доказать, что он имеет право на какой-то конкретный объект, а другой супруг не имеет этого права. Но, тем не менее, когда они понимают, что всё равно в любом случае судом будет без их согласия поделено это имущество в долях, то часто приходят к выводу о необходимости заключения мирового соглашения. Времени уже мало осталось согласовать. Да, времени уже мало, да. И поэтому лучше это сделать сразу. Лучше сразу, предположим, у нотариуса заключить соглашение о разделе совместного имущества. И чем два года, предположим, трепать себе нервы, тратить деньги и судиться, и в результате в конечном итоге прийти к тому же самому, что можно было бы сделать без всех вот этих вот трудозатрат. Я добавлю, во-первых, что соглашение о разделе совместного имущества я тоже рекомендую обычно своим клиентам заключать у нотариуса, но удостоверять нотариально. Но, в принципе, оно не подлежит нотариальному удостоверению. По-хорошему, это соглашение можно в простой письменной на данный момент, в простой письменной форме заключить. Нет, ну почему? Оно можно и так, и так. Можно и не удостоверять у нотариуса, а можно и удостоверить у нотариуса. Я имела в виду, я хотела донести до наших слушателей, что он не подлежит обязательному нотариальному удостоверению. А вот в отношении детей все соглашения, которые есть, да, это соглашения, например, о месте проживания ребенка или соглашения о порядке общения с ребенком, вот эти вот соглашения, их уже в простой письменной форме в принципе нельзя заключить, их можно заключить только удостоверив у нотариуса. Я напомню, телефон нашей студии 6510996, код Москвы495, и напомню нашим слушателям, что можно на сайт финам.фм написать ваш вопрос или комментарий. Почему я тебя перебила, Алла? Потому что такой комментарий и вопрос у нас есть. Танислав нам написал, и звучит он следующим образом. Мои родители после пяти лет жития раздельно развелись. Вопрос о разделе имущества такой у него. Есть большой загородный дом, не оформленный, начинали строить вместе. Есть квартира, неприватизированная в Москве. В квартире прописаны папа, мама, сестра и я. И у отца была машина, которая записана была на мать, и он ее продал, а мама, уходя, забрала все накопленные деньги. Вот такие у них отношения сложились. Прошел год после развода. Сестра живет с мамой и не разговаривает с отцом, а я нахожусь между двух огней. Как тут разделить имущество? И еще Станислав добавил, что они все это время не разговаривают, и ему пришлось быть вообще переговорчиком или даже переводчиком от мамы к папе и в обратную сторону, даже в ЗАГСе при разводе. Вот, соответственно, такой клубок, на мой взгляд, проблем, потому что здесь не только вопрос с разделом совместно нажитого имущества, но тут вопрос, наверное, еще и с детьми. Нет возможности спросить, но, видимо, все-таки совершенно летние дети. В любом случае, мы понимаем, что уже расторжение брака состоялось. И еще раз с этим вопросом и Станиславу, и всем нашим слушателям, я хочу напомнить про вот этот срок языковой давности трехлетний. Почему? Потому что Станислав в своем вопросе написал, что год прошел уже с момента расторжения брака. Да, осталось всего два года для того, чтобы не пропустить сроки языковой давности, предусмотренные гражданским законодательством. И у нас немного времени до новостей. Я просто хотела на часть вопроса ответить, а часть вопроса перенести уже в следующую часть нашей беседы, нашей программы. Часть вопроса касается квартиры, которые не приватизированы. Я хочу нашим слушателям напомнить, что разделу подлежит то имущество, которое принадлежит, соответственно, имущество и имущественные права, и принадлежит семье или оформленному на одного из супругов. В ситуации, когда у нас есть неприватизированная квартира, раздел совместно нажитого имущества этой квартиры касаться не может. Происходить не может, безусловно. Потому что эта квартира находится в собственности государства, она не находится в собственности самих супругов. Но даже если бы эта квартира стала бы приватизированной, То есть даже если бы ее в процессе брака приватизировали, мы помним, что раздел в качестве совместного имущества не подлежит то имущество, которое сторона брака, один из супругов получил бесплатно по безвозмездной сделке. Это что у нас? Приватизация в первую очередь, дарение, наследование и иные виды безвозмездных сделок. А у нас просто 10 секунд, я сейчас буквально мысль закончу и мы разовьем их уже в следующей части. Поэтому даже если квартира была приватизирована в браке, то ее никоим образом нельзя поделить. Ну а если же квартира не была приватизирована, то конечно она разделу не подлежит. Две минуты, слушаем новости и возвращаемся в эфир. Мы продолжаем обсуждать семейное право. Дела семейные это тема программы сегодня. Напомню телефон студии 65 10 99 6 код Москвы 495. Можно позвонить, задать свой вопрос. Мы находимся в прямом эфире. У меня в гостях моя коллега Алла Яминская, адвокат московской городской коллегии адвокатов. И кстати можно на сайт финам.фм написать также ваш вопрос. И вот один вопрос мы начали обсуждать еще до новостей. Часть этого вопроса мы уже обсудили, а вот часть прочитаю еще раз, напомнить нашим слушателям. Родители Станислава, которые этот вопрос задают, после пяти лет житья раздельно развелись. И вопрос о разделе имущества. Есть большой загородный дом неоформленный, начинали строить вместе. И есть квартира неприватизированная в Москве. Вот неприватизированную квартиру мы обсудили, она разделу не подлежит. А соответственно с неоформленным домом и землей. Здесь определенная сложность существует. Алла, как считаешь, как разделить неоформленный дом? Я полагаю, что если начиналось строительство жилого дома совместно, то наверняка приобреталось, наверное, земельный участок, наверное, приобретался совместно. В браке, в любом случае. В браке, да, в любом случае, потому что изначально покупается земля, а дальше уже строится дом. И дальше надо смотреть. Если земельный участок приобретался в период брака, то, безусловно, на него распространяются те правила, о которых мы говорили ранее в этой передаче. То есть он подлежит разделу пополам между супругами. Половина одному супругу, половина другому супругу. Что касается недостроенного дома, то в данной ситуации надо выяснить обстоятельства, которые сопутствуют этому недостроенному дому. То есть если вначале начинали строить совместно, то дальше прекратили после того, как перестали жить совместно, или после того, как расторгли брак. Либо один супруг, на которого может быть записан ночью ими оформлен земельный участок, может быть продолжал строительство этого дома и какие-то уже свои личные средства вкладывал после расторжения брака. Поэтому в данной ситуации, мне кажется, для того, чтобы решить вопрос о том, какие исковые требования в суде можно будет поставить по разделу этого дома, нужно смотреть документы и нужно знать все обстоятельства этого дела, каким образом дом дальше строился и за счет средств какого из супругов. Я еще хочу сказать следующее. У нас объекты недвижимости привязаны к земле жестко. Это говорит у нас, собственно, земельный кодекс. Поэтому в данной ситуации, если у нас на землю будет поделено право собственности, к примеру, то в любом случае этот дом нельзя будет оформить только на одном человеке, ну, одном из бывших супругов. Но, скорее всего, в этой ситуации в любом случае придется обращаться в суд и в суде вот этот неоформленный дом, потому что окончен он строительством, не окончен. Является ли он объектом незавершенного строительства и можно ли его зарегистрировать как объект незавершенного строительства. Является ли он объектом завершенного строительства. То есть здесь масса вопросов, которые действительно нужно будет уже сопутствующих решать. Но если земля, на котором этот дом расположен, оформлена на один из супругов, и земля, например, сельхоз, допустим, да, и на нее, к примеру, действует дачная амнистия, то супруг может пойти, тот, на которого оформлена эта земля, и этот дом по декларации зарегистрировать. И при этом право собственности на дом возникнет уже после брака. Его еще сложнее будет поделить. Поэтому нашему слушателю, который вот этот вопрос нам задал, я единственное, что могу посоветовать его родителям, точнее, вопрос либо добровольно, либо в судебном порядке, но не тянуть дальше. У них есть два года в запасе, но, возможно, фактически у них этих двух лет на самом деле нет. И еще один момент, который тоже из этого обращения я хотела бы для наших слушателей извлечь. Вот смотрите, нам пишет слушатель, что сестра живет с мамой, не разговаривает с отцом, что сам Станислав находится между двух огней, и все это время ему приходилось быть переговорщиком или переводчиком даже в ЗАГСе. Но, видимо, действительно сложно и испортились сильно отношения между родителями, что не может не сказываться на детях. Но очень важно в процессе расторжения брака такого переговорщика найти. Это сейчас могут быть, кстати, процедуры медиации. Это могут быть ваши представители, юристы, адвокаты. И, возможно, если эти переговоры будут идти нормально, если люди между собой сами не могут общаться, но у каждого из них будет по представителю или у них будет вот этот один представитель, который для них обоих будет лучший вариант искать, возможно, это будет даже лучше, чем обращаться в суд и в судебном порядке все это делить. Я напомню нашим слушателям, что далеко не всегда суд выносит решение, которое устраивает хотя бы одну из сторон. У нас бывает так, особенно по делам о разделе совместно на что-то имущество. По наследственному, кстати, тоже. Когда суд выносит такое решение, не потому что суд плохой, а потому что по закону так, лучше договориться. Это потому что стороны не договорились. Да, которое не будет устраивать ни одну из сторон. И жаловаться потом на это решение идут обе стороны. Обеим сторонам что-то не нравится, и вовсе не обязательно это решение будет изменено или отменено. Может остаться и в таком виде. Поэтому, действительно, мировое соглашение, это очень важный аспект, либо мировое, либо до суда. Просто соглашение между странами очень важный аспект, который нужно решать. И, кстати, это касается и наследственного имущества. Я напомню, что в рамках наследственного права можно заключить, наследники могут заключить соглашение о разделе наследственного имущества. И точно так же, обладая правом получить какие-то доли, в результате это имущество поделить так, чтобы все остались довольны, и найти какой-то компромисс, чтобы не владеть, опять же, в долях. Удобно было бы пользоваться этим имуществом, потому что, естественно, если будут совладельцы на один тот же объект недвижимого имущества, предположим, то, естественно, право пользования, оно будет неудобно ни одному, ни второму, ни третьему сособственнику. Я хотела бы еще обратить внимание наших слушателей на то, что если в суде, предположим, при разделе совместного имущества или наследственного имущества было в результате заключено мировое соглашение, которое было утверждено судом, и суд вынес определение о утверждении мирового соглашения, то это определение об утверждении мирового соглашения имеет по закону силу решения суда. И то есть на основании вот этого определения о утверждении мирового соглашения Люди, которые делили имущество в порядке раздела совместного имущества или в порядке раздела наследственного имущества, могут идти в компетентные органы и на основании этого определения оформлять имущество точно так же, как на основании решения суда. А напомню, телефон студии для наших слушателей 65 10 99 6, код Москвы 495, также на сайт finam.fm, на страничку программы «Формула права» можно написать ваш вопрос. Вот у нас тут есть еще один вопрос как раз на сайте, спрашивает Александр, и вопрос у него следующий. Нахожусь в процессе развода через суд. Супруга предлагает компенсацию за мою часть совместно нажитого имущества. Как можно застраховать себя от обмана? Супруга предлагает компенсацию после развода. Спасибо. Ну, на самом деле вопрос непростой. И этот вопрос действительно очень часто возникает, когда люди вроде бы договорились, но хотят быть уверенными. Например, один получает все имущество, а не половину, но другому платят. И у нас определение об утверждении мирового соглашения фактически имеет силу решение суда. Соответственно, здесь что нужно нашим слушателям сказать? Что если такая договоренность будет у вас зафиксирована в мировом соглашении, это мировое соглашение утвердит суд, первое, что может быть, это то, что если не будет это мировое соглашение в части выплаты этой компенсации не удовлетворено, а добровольно исполнено, можно получить исполнительный лист. И уже в порядке исполнительного производства это мировое соглашение принудительно исполнять. Но тут вопрос второй. Это очень часто мы затрагиваем, когда у нас тема про долги, как взыскивать долги. Ну да, а денег нет. А денег нет. Поэтому здесь очень важно продумать, каким образом можно застраховаться. Если деньги действительно есть, то в принципе существуют и такие схемы, как, например, закладка ячейки в банковскую ячейку. Как один из вариантов. И определение об утверждении мирового соглашения, удостоверенного судом со штампом вступления в законную силу, является документом, который для супруга, вот в данном случае для Александра, мог бы эту банковскую ячейку открыть. Как один из вариантов. Можно продать другие. Нет, может быть, можно положить это денежное средство на счет в банке и как-то заморозить этот счет в банке или какой-то аккредитив... Ну, аккредитивами, на самом деле, хорошая система с аккредитивами, но... Но она не очень проработана банками. Иногда просто бывает такая ситуация, что люди не могут ни туда, ни в одну, ни в другую сторону обратно получить эти деньги. То есть они в конечном итоге получают, но прикладывают для этого максимум усилий. Я видела один документ, очень интересный, он мне очень помог, когда мне необходимо было разбираться с аккредитивами, не просто с точки зрения закона, а с прикладной точки зрения. Там речь шла между организациями, но я видела внутреннюю ироничную, это даже не инструкция официальная, но она внутри банковских служащих распространялась, и иронично было рассказано про аккредитивы, пассианс сойдется или нет, соответственно. Может быть, по этой причине все-таки аккредитивы имеют хорошую суть саму по себе, но у нас не так распространены. Но Александру просто кратко можно ответить, что нужно четко продумать, каким образом вы будете себя страховать с точки зрения получения компенсации. То есть это уже очень хорошо, что стороны между собой договорились, и что они нашли некий компромисс, что все имущество, например, спорное получает супругу, но она уплачивает компенсацию. Но действительно для другого супруга очень важно эту компенсацию получить реально. Если они уже договорились о сумме, о порядке, осталось фактически технический вопрос решить. Я думаю, что это несложно. Напомню, телефон студии 65 10 99 6, код Москвы 495. У нас звонок, есть Виктор на линии. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Виктор, алло, слушаем вас. У нас что-то, видимо, со связью. Алло, Виктор. Не слышно, к сожалению. Я думаю, что сейчас техническая служба сможет нам помочь решить этот вопрос. 65 10 99 6, телефон студии, код Москвы 495. У нас, на самом деле, немного времени до перерыва на новости, но я хотела вот такой вопрос поднять. Мы все говорим об имуществе, об имуществе, наверное, потому что очень много действительно приходит с вопросами именно об имуществе. Безусловно, это очень один из ключевых вопросов. Второй пласт, это пласт, который именно связан с детьми и с алиментами. Я хотела вот как раз эти три минуточки, которые у нас до перерыва есть, нашим слушателям такой правовой вопрос озвучить, который достаточно редко и в судах поднимается, может быть, потому что люди не знают, и который достаточно редко приходит к юристу. И вот, например, нам в эфире тоже не задавали пока таких вопросов. Мы привыкли, что алименты платят на несовершеннолетних детей. Мы об этом все знаем. До 18 лет супруг, который не живет, должен платить алименты. А вот по поводу того, что бывший супруг тоже имеет право с супруга, которому он ранее состоял в браке, в некоторых ситуациях эти алименты получить, об этом знают, кстати, далеко не все. И вот это я бы считала правильным озвучить нашим слушателям. Я прямо сейчас из кодекса возьму, из семейного, статья 90 регулирует этот вопрос, и звучит он следующим образом. Кто имеет право на получение алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, если, кстати, этот бывший супруг такими средствами обладает, если он может платить алименты. В данной ситуации, когда мы говорим о детях, этот вопрос никого не интересует, и суд в том числе. Когда мы говорим о взрослых людях, этот вопрос тоже должен устанавливаться. Во-первых, бывшая жена в период беременности или в течение трех лет со дня рождения общего ребенка. Это очень важно. Естественно, бывшая жена, если у нее будет другой ребенок, не общий с бывшим супругом, не сможет требовать алиментов. Итак, в период беременности, в течение трех лет со дня рождения общего ребенка. Не только на ребенка можно будет заискивать алименты, но и на бывшую жену. Нуждающийся бывший супруг, который осуществляет уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенка в возрасте 18 лет. Или вне зависимости от этого возраста, когда инвалидность первой группы у ребенка. Инвалид детства имеется в виду, опять же. И третий, даже не третий, там всего четыре группы людей, которые могут требовать алименты. Соответственно, нуждающийся бывший супруг, который стал нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака. И нуждающийся супруг, который достиг пенсионного возраста не позднее, чем через пять лет с момента расторжения брака. Но с оговоркой, если супруги состояли в браке длительное время, закон не говорит, что такое длительное время, не указывая, сколько это, один, два, двадцать, сорок лет. Это уже, скорее всего, суд может у нас определять. Но вот эти четыре группы людей, они имеют право на получение алиментов, несмотря на то, что они взрослые люди. И есть ситуации, при которых могут освободить другого супруга от выплаты этих алиментов, тоже регулируется законом. Ну, например, в случае, если супруги между собой пребывали в очень непродолжительном браке, опять же, у нас закон не описывает, что есть продолжительный, что непродолжительный, но сам факт. Оценочная категория. Оценочная категория. В каждом конкретном случае суд оценивает. В случае недостойного поведения в семье супруга, требующего выплаты алиментов, ну, опять же, тоже суд, скорее всего, будет оценивать. Кстати, возвращаемся к решению о расторжении брака. Здесь тоже, мало ли, ну, что-то может быть зафиксировано, как он достойно или недостойно вел себя в браке. Я напомню, что мы обсуждаем дела семейные. Две минуты слушаем новости и возвращаемся в прямой эфир. Напомню, что мы обсуждаем сегодня семейные вопросы. Алла Яминская, адвокат Московской городской коллегии адвокатов, сегодня у меня в студии. Мы вместе отвечаем на ваши вопросы. Телефон студии 65 10 99 и 6, код Москвы 495. Я знаю, что у нас есть звоночки. Петр на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, Петр. Петр, мы вас слушаем внимательно. Алла, Анастасия, добрый день. Добрый. Добрый день. Вопрос. И всем слушателям привет. Вопрос. Мы с женой, находясь в браке, приобрели квартиру в Москве. И сейчас хотим подарить ее или передать ее, вернее, закрепить ее за сыном жены от первого брака. Он совершеннолетний. Как нам это правильно, грамотно и эффективно сделать? А вы еще находитесь в браке? Да, да, да. А квартира оформлена на одного человека или на двоих из вас? Да, квартира оформлена на меня, на супруга. Ну, смотрите, во-первых, для того, чтобы распорядиться, неважно даже как, любым имуществом, это для вас и для всех наших слушателей, в период брака, если речь идет об имуществе, переход права собственности, которого регистрируется, в данном случае, например, жилое и недвижимое имущество, да, то в этой ситуации у нас обязательно второй супруг должен дать свое нотариальное согласие. Поэтому в любом случае, когда вы будете заключать сделку, ваша супруга обязательно должна будет дать свое нотариальное согласие на совершение этой сделки. Это первое. Второе. Вы определитесь с вашей супругой, что именно вы хотите. Это ваше единственное жилье? Петр, вы нас слышите? Нет? Наверное, разъединилась связь. Дело в том, что, в принципе, мы ответили на вопрос. Осталось только определиться нашему слушателю вместе с супругой, какую сделку заключить вместе с сыном. А для этого еще интересно было бы знать, сколько лет в собственности находится эта квартира, потому что если она более трех лет, то, естественно, сделка здесь может быть, в общем, достаточно, мне кажется, разумно было бы договор купли-продажи заключать. Но тут вопрос такой. Мы не успели задать этот вопрос нашим слушателям, но вопрос следующий. Про три года я поясню с точки зрения налогов. Если квартира находится больше трех лет собственности, то, соответственно, можно купли-продажи, и не нужно будет с этих денег никакой налог платить. Это может быть дарение, это может быть рента, между прочим. Но здесь ситуация какая. Если эта квартира единственная у нашего слушателя вместе с его супругой, и при этом они квартиру без всяких обязательств, например, просто подарят, я не говорю, что это обязательно произойдет, но они обязательно должны знать и понимать, что новый собственник с этой квартирой может делать все, что угодно, в том числе он может ее продать. А дальше у нас стоит большой-большой вопрос, потому что с точки зрения гражданского кодекса и в соответствии с ним, члены семьи, собственника теряют право пользования квартиры при отчуждении, соответственно, этого жилого помещения. То есть, например, если после того, как эта квартира будет подарена или продана, то даже не столь это принципиально, если эта квартира будет отчуждена, то, по-хорошему, в некоторых ситуациях их можно будет из этой квартиры выселить на основании гражданского кодекса. И они вообще останутся без жилья. Это может быть вопрос актуальный, если у них это жилье единственное, если у них это не единственное, и они это понимают. Но, соответственно, это уже действительно должно быть решение каждого человека. Кстати, очень часто вообще, в принципе, задают вопрос о том, какую сделку заключить, как передать имущество, дарение, недарение, купли-продажи, ренты и прочее. Хочу напомнить нашим слушателям, что если вы подарили свое имущество, неважно, это квартира, это чашка, ложка и так далее, нельзя потом сказать, вы знаете, а я передумал, и отменить просто так, без всяких оснований, это дарение. Должны быть очень жесткие основания для того, чтобы договор дарения, ну, даже с расторжением вообще тут очень сложно, потому что практически невозможно, ну, хотя бы его признать недействительным. И это очень сложно, это нужно четко понимать. Если вы хотите все-таки держать руку на пульсе юридически сделки и передачи права собственности на жилое помещение, если вы хотите пожизненно иметь право там жить и пользоваться этим жилым помещением, то в данной ситуации это договор, ну, мы называем договор ренты, на самом деле договор пожизненного содержания суждивением. Вот такого рода сделку можно и нужно заключить. Напомню нашим слушателям, телефон студии 65 10 99 6, код Москвы 495, или сайт finam.fm на страничку программы «Формулы права». Еще можно задать вопрос, мы еще около 7 минут будем находиться в прямом эфире. И у нас на сайте есть продолжение вопроса, я озвучивала уже вопрос от Александра, который со своей супругой сейчас находится в судебном процессе, они делят имущество, и в принципе уже договорились о том, что супруга все имущество получает, а Александру платят соответствующую денежную компенсацию. Я так понимаю, что они, наверное, уже договорились и по сумме, но не могут договориться, и Александр переживает на эту тему, как он будет получать эти деньги. Вот такое дополнение к своему вопросу Александр нам прислал. Он написал, что возможен вариант, что супруга, получив развод, не выполнит соглашение и распродав имущество, уедет за границу. Можно ли наложить судебный арест на имущество и так далее? Вот смотрите, судебный арест теоретически можно наложить, хотя это решает суд, естественно. У нас только суд может решить, имеются ли к этому основания юридические, да. Но вопрос в другом. Когда вы рассмотрите дело, суд-то как-то с этим имуществом, собственно говоря, должен будет поступить, и он снимет этот арест. То есть если он закрепит это имущество и передаст супруге, это имущество, безусловно, одновременно будет снято арест с этого имущества, и дальше это имущество уже будет не арестовано, а поступит в полное владение, не распоряжение и пользование его супруги, и если у нее будет желание его продать, то, безусловно, она будет его продавать без, ну, захочет, и она сможет это сделать без согласия супруга, потому что это имущество уже будет судом передано ей. Я, на самом деле, предлагаю рассмотреть нашим услуществам вариант с банковской ячейкой. Да, наверное, это самое простое. Потому что в этой ситуации, если они в итоге придут к мировому соглашению, заключит, и суд его утвердит, а утверждает он в ситуации, когда в любой ситуации, о чем бы люди ни договорились, главное, чтобы не нарушало законы, не нарушало права третьих лиц. А между собой о чем хотите договаривайтесь? Вот в этой ситуации пройдет еще месяц, не месяц, точнее, 15 дней, месяц это решение вступает, 15 дней наступления в законную силу определений, после этого можно будет взять это определение, прийти в банк и получить, соответственно, денежные средства, таким образом у нас наш слушатель себя защитит. Да, денежные средства, хотелось бы еще отметить, надо будет положить до того, как стороны выйдут на подписание мирового соглашения в судебном заседании. Дальше с банком заключается определенный договор по представлению, каких документов можно будет получить деньги. Ну, в данной ситуации это определение о подтверждении. Ну, на самом деле, мы сейчас даже не будем, Алла, не будем на процедуре очень сильно останавливаться, потому что в данной ситуации, я думаю, что у нашего слушателя простой вопрос. Они договорились по существу, самое сложное обычно, по существу договориться. Ему осталось договориться по технике, один из вариантов, Алла, мы с тобой предложили нашему слушателю. 65 10 99 и 6, код Москвы 495, это телефон студии, и у нас есть звонок. Виталий, слушаем вас. Алло, здравствуйте. 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 Пожалуйста, вот такой вопрос, все-таки вот при разделе имущества, да, разделе квартиры. Нет, надо сначала начать, что когда вот в браке, да, были зарегистрированы муж жена, соответственно, да, они вот приобрели квартиру и квартиру оформили на одного супруга, да. А приобрели как, купили? Да, купили. Так. Вот, и получается сейчас вот, вот если делить имущество, да, ну, вторая сторона уже, там, у супруга, она против, ну, то есть он не хочет делить это добровольно, да, там, соглашением о разделе долей, вот, квартиры, да, или соглашением о разделе имущества, вот. И получается вот, если сейчас будет через суд разводиться, а у них есть, ну, соответственно, родился в период брака, да, ребенок, ребенок, там, годик, да. Вот, так вот, сейчас при разделе имущества будет ли как-то вот все-таки учитываться, да, вы там вначале что-то говорили. Наличие ребенка? Вот, да, наличие ребенка. Ну, соответственно, ну, а, ну, я говорил, что собственность оформлена только на супругу. Смотрите, Виталий. То есть как-то это повлияет или нет при разделе имущества через суд? Ну, если, вот сказать вам повлияет или нет, я не могу, потому что это будет решать судья, да, но как раз вопрос в следующем. Общий принцип – это пополам. То есть тот супруг, на которого эта квартира не оформлена, желательно, как мы уже говорили сегодня в эфире, не тянуть, должен обратиться в суд, и в суде, возможно, если он такое ходатайство подаст, с большой долей вероятности суд арестует, да, наложит, точнее не арест, а ограничительные меры, запрет отчуждать и обременять собственнику данное имущество. Соответственно, ну, для того, чтобы она не ушла в период процесса никуда. Дальше супруг, который не владеет этим имуществом, просит одну-вторую, ну, скорее всего, одну-вторую. Я так поняла, что зарегистрирована жену, да? Да-да-да. Ребенок остался с женой тоже, правильно? Да. И дальше жена в этом процессе, она будет ответчиком. Если им больше нечего делить, она, может быть, и заявит, и имеет... Смотрите, она, может быть, заявит и имеет право на то, чтобы заявить о том, что она хочет, в связи с тем, что с ней остался маленький ребенок совсем, что она желает, чтобы ей больше долю суд определил. Но, во-первых... Вот такая судебная практика просто по этому вопросу. Вот, как мы уже говорили сегодня, судебная практика такова, но это не означает, что обязательно поступит именно так. Еще раз подчеркну, что это решает суд в соответствии с конкретными обстоятельствами. Судебная практика такова, что если есть движимое имущество, вы сказали, например, машина, допустим. Неизвестно, какие мы сейчас, у нас две минуточки только осталось, не можем подробно выяснить, но кто больше интереса имеет в использовании машины, понятно, что машину пополам не распилишь. Соответственно, за одним из супругов будет признано право, скорее всего, на этот автомобиль, кто больше интереса имеет в этом автомобиле, а второй должен получить компенсацию. Вот здесь, возможно, суд поиграет с этой компенсацией, все будет очень зависеть от того, что будут стороны просить у суда, и какая будет позиция, что суд выяснит в процессе. По практике мне, например, ни разу не попадались решения, и в моей практике тоже не было, когда недвижимость бы делили не пополам. С учетом интересов несовершеннолетних детей. Да, то есть, по идее, дети не участвуют в разделе, но их интересы могут быть вот таким вот образом судом соблюдены. Но обычно, обычно это не касается крупного совсем имущества, то есть недвижимого. Поэтому в данной ситуации, Виталий, с большой долей вероятности недвижимость будет поделена пополам, а вот за счет машины может быть либо компенсации, либо, например, они оба попросят, чтобы машину им предоставили. Суд может, например, машину тоже супруге оставить, некую компенсацию супругу выделить, и может быть, она будет меньше, чем рыночная стоимость. Но вот в этой части у нас, в принципе, может суд от принципа праведности долей отойти, а по практике все-таки в равных долях делит то имущество, которое является недвижимым. И на самом деле я вот смотрю на таймер, который у меня тут перед глазами, как всегда, тикает, и понимаю, что мы не успели обсудить вопрос с детьми, хотя вопрос этот очень важный, и очень часто супруги... И актуальны, кстати, очень, и очень много вопросов по этому поводу... Конечно, но очень часто супруги детьми манипулируют даже не с точки зрения того, чтобы в интересах детей как-то разрешить вопрос, а в интересах собственных, да, очень часто дам ребенка видеться, не дам ребенка видеться и так далее. Я думаю, что мы на эту тему обязательно сделаем отдельную программу, именно защита прав детей при расторжении брака, да и не только при расторжении брака, а в принципе с точки зрения детей защита их прав, когда родители между собой судятся. Я напомню, что в эфире была «Формула права», со мной была Алла Яминская, моя коллега-адвокат, и нашу программу каждый четверг в 11.00. Субтитры сделал DimaTorzok